Друзья, всем привет! У меня сегодня поистине счастливый день, поистине праздник, потому что у меня в гостях находится прекрасный талантливый человек, певец из Ростова-на-Дону Виктор Тартанов. Маленькое предисловие. В этом году в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «Большое сердце», где мне посчастливилось быть членом жюри, а уже на галоконцерте я познакомилась с этим прекрасным человеком. А сегодня он у нас в гостях, приехал в столицу, в нашу Москву. И вот сегодня мы тут, Вить, да, с тобой вместе, по его звонку вытащил меня. Здравствуй, дорогая Светлана. Просто мы со Светланой, там еще будучи в Ростове-на-Дону, поговорили о дуэте, а я отвечаю за свои слова. Это точно, правда было. Поэтому я сказал, что сделаем. Мы сегодня будем обсуждать с ней, какую мы споем песню, в каком жанре. Хорошую. Да, веселую, обязательно. Сегодня надо народ радовать, веселить. Вот. И на самом деле вот эта поездка в Москву, вот сплошные удовольствия. Ну вот избежать тебя я не смог. Не смог, да? Не смог, да? Я тебя очаровала. Очаровала. И ты меня видишь. И вообще вот это вот меня добило, наверное, как и всех, после песни, как она вот правильно называется? Кури-бамбук. Да, Кури-бамбук. Вот после этой песни меня до сих пор еще прет. Извести за оружие. И поэтому... Оказывается, Кури-бамбук слушает весь Ростов-на-Дону, а я тут сижу в Москве, ничего не знаю. А, она звучит по радио, да. Вот так вот, вот все. Такие дела. И поэтому тебя прет от Кури-бамбук, да? Да. Значит, тебе не кажется, что наш будущий дуэт должен, наверное, быть построен на какую-то определенную такую шуточную тему? Ну, посмотрим, как бы, что получится, но как бы не будем загадывать. Мы тебе предложим несколько вариантов. Я хочу сказать, дорогие друзья, я сейчас жду, готовлюсь стать отцом, как в том фильме. В третий раз уже я открою секрет. Да, и вот сейчас супруга в таком положении, она будет сочинять для нас песню. Вообще супруга... И для нас с тобой, и для дуэта еще с первым нарциссом. Вот. Я хочу сказать, что он вообще счастливый человек, в плане того, что рядом с ним находится уникальная женщина, которая пишет музыку, пишет стихи, а он уже воспроизводит своим прекрасным голосом и доносит до нас. Это в такой красивой рамке. Так, в общем, обо мне и так я много рассказал, слишком. Чего же? Мы сегодня хотим поговорить, вот, все-таки, как до такой жизни... Я докатилась? ...докатилась ты. Я? Как ты начала петь, когда ты почувствовала, что ты не можешь не петь, да? Угу. И, собственно говоря, какие шаги ты приняла вот в этом направлении? Значит, коротко и быстро. Пела с детства, бабушкам около подъезда. Когда приезжала в деревню, пела все деревни. Без песен не обходилось никогда. Деревню назовешь вообще-то или секрет? Нет, назову. В деревню к бабушке уезжала, это Орловская губерния, да, Дмитровский район. Вот, я надеюсь, что они нас тоже услышат, там тоже есть интернет. В общем-то, пела давно, а потом, когда подросла, представляешь, настолько влюбилась в хореографию, что отдала весь свой творческий ум, тело, ноги. Ум отдала телу, короче. Ум отдала телу, и я, по сути-то, собственно говоря, по профессии хореограф-постановщик, по плотному и звонкому, это называется балетмейстер, и проработала десятки лет балетмейстера, а потом вдруг, невзначай, у нас был солист, и у него куда-то ушла баквокалистка. И я попробовала, знаешь, помочь ему подпеть. Вот с этого момента, на подпевках, а потом так раз еще... И уже не могли тебя отогнать от шафона, да? Уже все, и потом раз такой щелчок, и я пою. И вот первая песня, которая, как бы, стала шлягером. Ты знаешь, первую песню очень сложно назвать, она на моей стихи, песня называется «Метель», она в джазовой такой обработке. А я еще удивился, когда услышал, я мониторил интернет на твою тему, думаю, что такое, неужели-то она будет сейчас петь под такую музыку, какая-то джазовая импровизация идет. Да, да, да. Ну, наверное, ошибка. И тут слышу голос твой, ты не перепутаешь. Да, теперь, представляешь, как меня называют? Не просто эстрадная певица, я ближе к этому отношусь. А еще, когда я провожу со своим живым биг-бендом джазовым концертом, они говорят «Эстрадно-джазовая певица Светлана Фед». Да, да. Да, вот, в общем, вот так. Витя, не знаю, как пришло, вот все, с того момента, как вот объединилась со своими музыкантами, ребята так и поют. Так вот это вот, послушай, вот эти ребята, которые у тебя есть сейчас, да, может быть, мы тогда просто сделаем, поступим так, например, например, предлагаю, что мы делаем веселую песню, да, и сделаем ее какую-то такую, вот, знаешь, модную, с элементами ретро, какими-то вставочками, такую шуточную, ну, как бы такую, знаешь, или модную все-таки сделаем, я вот думаю просто проски. А знаешь, как мы ее сделаем? Мы когда, мы ее когда прочувствуем, какая она по стихам, по стилистике, мы тобой тогда придем, а что ты смеешься в двух вариантах? У меня есть песня, а позволь тебе Москва сказать, написала величайший композитор и в то же время поэтесса Елена Суджикова и вот Елена Павловна, да, 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 она мне, в общем-то, говорит, Свет, пой. И эта песня сейчас на все дни городов Москвы, Подмосковья, всюду, короче, она есть в моем исполнении. Ты вот вчера вернулась из Тулы, да? Да, ты мне недосказала. Мои ребята взяли и этот вариант эстрадного направления этой песни переделали в джазовом направлении. Теперь она живет в двух вариантах, а ты говоришь, мы свой дуэк будущий можем и в трех сделать, было бы желание. Ты знаешь, вот в чем, да, вот здесь вот в Москве, конечно, я хочу сказать, что публика разноплановая, да, и действительно можно в зависимости от настроения подать в разном, как сказать, формате, да. Как угодно, да. На любого слушателя и покупателя. А вот для моего альбома, все-таки, если я хочу писать новый альбом, мне бы хотелось вот такую-таки более модную музыку, потому что... Я с тобой согласна. Да, да. Вот, ну, значит, продолжаем дальше. Ты сказал, что я вернулась из Туны. Без пряников. Я приехала без пряников. Пряники мы тебя не кормили там, я понял. Нет, не кормили. Я приехала без пряников. Расскажи, что там делала. А что я делала вчера? Такой завод, как Кнауф Гипс Новомосковск. Это завод совместного производства России и Германии. По строительным материалам, смеси, да, выпускают гипсок, плиты и все остальное. Отмечала свой юбилей 25 августа. Им исполнилось 25 лет. Ну, серьезная дата, серьезная с вами. Да, я вчера была в конференции торжественной части. Я была ведущая, поющая, только не танцующая. Ну, ясно. Вот, не хватило, мне время нечего потанцевать. И все. Скажи, пожалуйста, вот жизнь творческая, как бы она идет, жизнь идет в целом. Вот какие, вот, какие все-таки мечты есть? Как, вот, какую бы ты хотела песню все-таки, вот, для себя? Вот, знаешь, говорят, я лучшую песню еще не спел, да? Какую, как вот ты считаешь, ты какую-то лучшую песню еще не спела? Да, конечно. В том плане, что я имею в виду, какую бы ты хотела спеть? Вот, похоже, какой-то шлягер, вот, танцевальный, джазовый, какой? Вот, куда ты движешься вообще? Чего ты хочешь в творчестве, как бы? Вот, мне интересно, что... Ведь хочешь, скажу прямо? Я петь хочу. И все. О. Потому что моя жизнь – это песня, песня моя жизни – это просто. То есть, когда ты поешь, ты получаешь кайф от этого, правильно? Я, конечно же, не спела еще свою лучшую песню. И, наверное, ее и не будет, поскольку сколько мы живем и занимаемся творчеством, столько мы будем петь и ждать свою новую, лучшую песню. Ты знаешь, мне что понравилось, когда мы, короче говоря, прошел фестиваль в Ростове-на-Дону, на другой день мы не выспавшись, я вообще уже забыл, что я там вчера пел, Люба попыталась спеть Шипилова, а ты такая как спела, все по ноткам, все четко. Да, у меня прекрасный же педагог мой любимый, который в моей же джазовой группе Михаил Албанов. Это вот прям мой… А можно, чтобы вот все-таки тебя, народ, который вот слышит песню по радио, в интернете, маленький кусочек, вот припевчик и спой, а так тихо, тихонечко. Что тебе спеть? Вот этот же… Что ты любишь, да? Я любила тебя, а ты, испарился, исчез к дым. Я страдала, очнулась вдруг и сказала, кури, бамбук. Ну, так же я у тебя простой пела, на этом я обрывала. Да, 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 да. Чтобы у тебя было дальше желание. Опять он будет заражен, он там заразился, и здесь он все с этим бамбук. Хочете, я открою секрет? Да. Я совсем недавно записала новую песню. Вот, и говорила, что клип будет, да? Да, медлячок такой хороший, такой тоже современный, с своими гитарами. Открой нам секрет, пожалуйста. Вот я открываю секрет. Я долго шла к тому, что я очень хотела снять клип. Клип в свете, нормальный, да, такой как бы. И каждый раз я говорила, только выбрав одну песню, я говорила, нет, она опять не та, надо дождаться лучше, это на твой вопрос. Доходила вторая песня, я опять дожидалась, что будет еще, еще. Ну, наконец-то вот у меня сейчас в записи оказалась новая песня. И я ведь решила, не дожидаясь, иначе опять отложится. Ну, да. И настояли мои ребята, операторы, директора, ну, директор тоже, как бы, да, в свою очередь. И сказал, все, делаем. В начале сентября приступаю. Куда вывезет, не знаю. Нет, я уверен, у тебя все получится. Вот ты знаешь, что мне нравится в подругах Шипиловой во всех, да? Да. Вот, скажи мне, кто твои подруги, я скажу, кто ты. Да, она вокруг себя собирает вот таких вот, каких-то женщины-вулканчики такие. Любой очень душевный человек, сама по себе. Вот она уставшая приехала, тем не менее на позитиве, всегда улыбается, смеется, всегда шутит. Ты знаешь, да, мы чуть в Ростов с ней не опоздали. Да. Потому что я очень хотела искушать. Да, она рассказывала эту историю. Да, я очень, уже обидел. Ее там уже вызывали, объявляли. И ее имя, да, все, все потерялись, ну, нашлись. То есть долетели до вас. Да, поэтому я хочу сказать, дорогие друзья, Светлана Фетт, это необыкновенный человек, который вот просто надо поискать в интернете. Эту певица Светлана Фетт. Очень много хороших песен, лирических, веселых. И самое главное, что она поющая. И приглашайте ее к себе в города. Это я к концертным агентствам обращаюсь. С удовольствием, легкая, она подруга. А мы обязательно с тобой сделаем дуэт. Будем его продвигать и в сетях, и везде. Тебе что хочу сказать? Ну, вот, мне кажется, ты на подъеме, во-первых, чувствуется, да? Всегда ведь. Нет, я имею в виду, что я чувствую, что скоро вся страна запоет твои песни. Прямо по радио везде будет звучать. Я чувствую всегда. Еще несколько усилий, и все будет хорошо. И потому что, когда долго прикладываешь в одном направлении, в одну точку бьешь, да, все равно что-то добьешься. Это правильно ты говоришь. И тому я пример, да? Я мог бы сидеть, сейчас ждать пенсии, а посмотри, где я и с кем. Точно. Я, кстати, хочу перевести. Я удивляюсь силой и рвению этому человеку. На него нужно равняться. И тоже концертное агентство, обратите внимание, он, так сказать, может быть начинающий, но уже далеко ушедший вперед. Человек талантливый. Абсурдно, я уже слишком далеко зашел, но пока еще концертное агентство на меня не клюют. Но уже перейдем, на самом деле, переговоры. Просто есть такие злые продюсеры, которые мне говорят, 80% нам, 20% тебе и на это на 5 лет. Нет, друзья мои, я уже не в том возрасте, чтобы... Нам надо 80% нам, а 20% им. Правильно? Хотя бы даже 50 на 50, я бы согласился. Это было бы неплохо. Поэтому, Светлана, я желаю тебе творческих успехов больших. Спасибо, Витя. Чтобы ты развивалась во всех направлениях. Дуэт мы с тобой обязательно будем делать. Обязательно. В этом альбоме сделаем, который я сейчас начну записывать буквально с начала сентября. У меня, получается, сначала будет дуэт с первым нарциссом, потом с тобой, потом с Лолитой, потом уже сам буду петь. То есть сначала вот эти три песни. Но учитывая, что у тебя уже есть Шепиловый, Булановый. Ну, Шепиловый-то есть, это в другом уже альбом. Это же в другом. А, это здесь новенький. Вот этот альбом «Торжество любви», который сняла Татьяна Буланова, он уже как бы вот сейчас ты будешь ехать, послушаешь, да? Все, да. А это будет альбом уже пока я даже не знаю, как будет называться. Но он будет, друзья мои, такая супер-купер антидепрессантная смесь. Потому что здесь, в Москве, я заметил, что народ вот, ну, разный есть. Но в основном народ сосредоточен на работе, загружен какой-то, перегружен. Если сейчас я буду грузить их философии, тем более, что уже есть такие исполнители, как там Слава Медянник, да? Еще там какие-то исполнители, которые, ну, философию раскрыли целиком и полностью. Даже Медянник сказал, я теперь хочу уже повеселее песни петь, потому что я все, что мог, уже почти сказал философское. Ну, конечно, он говорит, там три песни потанцевали, одну там погрустили. Но сейчас надо взрывать публику, отвлекать ее от этого настроения паршивого. Вить, ну, значит, ты будешь взрывать? Да, я говорю, посмотрите на меня, как бы мне не было тяжело, я не пускаю руки, я двигаюсь, да? Правильно. Вот, поэтому... Как та лягушка, помнишь, которая попала в молоко, да? Да, сколько она карабкалась? И вы вынырнула, потому что сбила маслица? Вот такая она, Светлана Фед, с друзьями. С маслицем. Да. Предлагаю вам набирать ее в любых поисковых системах, в Одноклассниках, можно даже в музыке, в Яндекс.Музыке, в Гугле набирайте Светлана Фед. Вот так вот. На Ютубе. Есть, есть, есть ролики, есть песни хорошие, очень много хороших. Да много всего там есть, смотрите, слушайте, наслаждайтесь. Поэтому смотрите, слушайте, обратите внимание. Да. А я хочу сказать, обратите внимание, вот он он, какой Виктор Тартанов. То же самое, слушайте, там у него уже миллионные прослушивания, а скоро и провидимнее будут, да? Вот, поэтому смотрите, слушайте с наслаждением, потому что у него действительно клевые песни, он вообще хороший парень. Светлана Фед, Виктор Тартанов, сегодня в Москве. В Москве, да. Я безумно счастлива и рада, что мы сегодня встретились. А сейчас чего мы с тобой хотим? Покушать, наверное, да? Покушать, конечно. Ну все, для чего встречались-то? Мы вам говорим пока. Пока-пока. Пока. Мы уходим кушать. Во-первых, не уходим, просто присаживаемся. Вам желаем всего самого хорошего и слушайте нас. Да, и самое главное, никогда не теряйте чувство юмора и надежду. И веру. Пока.